Домик окнами в сад В середине июня бывает такой период, когда весенники уже отцвели, а летники еще думают, поэтому в саду бывает пустовато и кашпо с цветущими растениями очень здорово выручают в это время. Вот уже приблизилась пора посева петуний, значит вот я такие петунии сливовую супер каскадную, красную супер каскадную F1 купила для этого сезона. Ну это обычные петунии, а вот это петуния торнадо, она видите по цене дороже, чем просто петунии, это гигантские ампельные петунии, я как-то сажала ее, это гибрид, очень мощный, очень дает большие побеги и множество цветов. Надеюсь она у меня получится хорошая в этом году, вот скоро буду ее сеять. Так, а вот это необычная петуния с звездочками, ну собственно я ее и купила, потому что мне показалась интересной эта форма цветов, крайне интересная форма цветка. Ну хорошо, Ганечкина, попробуем вырастить твою крайне интересную форму цветка. От Ганечкиной в прошлом году я брала астры, в этом году тоже взяла, были хорошие астры, мне понравились, решила попробовать еще. Ну не все семена от Ганечкиной мне понравились в прошлом году, так что это не реклама. Брахикома, если вы не знаете, это чудесное растение, мелкие ромашечки, причем у них цвета варьируют от белоснежных до насыщенно синих и фиолетовых, все оттенки сиреневых там присутствуют. Очень красивое, нежное растение, оно смотрится замечательно в кашпо, вот это я специально для пассива в кашпо и взяла. Буду сеять прямо в теплице, где-нибудь в конце апреля, прямо на даче уже, не буду их выращивать дома на рассаду. Это вербена, ну вербену знают наверное все, красивые цветочки с яркими глазками. Они хороши как в вазонах, так и замечательно смотрятся как бордюрные. Гелиотроп. Гелиотроп это кустики с фиолетовыми цветами, ароматные. Они вообще-то считаются многолетние, но у нас они выращиваются как летники. Растение сначала растет медленно, а потом быстро набирает силу. Гелиотроп уже тоже скоро нужно сеять, иначе он не успеет у нас подсвести. Так, ну это газание, газание нью-дэй. Вообще газание мне очень нравится, когда она не высокая, потому что высокое газание у меня почему-то шапочки всегда наклоняет вниз, и красоты их цветков не видно. Вот это именно газание написано 20, но бывает наверное и ниже, но вот я взяла такую. Тут меня Ганечкина соблазнила необычным цветом циней. Обычно циней я не покупаю, у меня их выращивает подруга из своих семян, а мы все делимся друг с другом рассадой. И здесь меня просто подкупил лавандовый цвет. Я надеюсь, что Октябрина нас не обманула, и они будут действительно лавандовые. Но цвет, конечно, заявлен очень необычный, очень красивый. Так, что тут у меня? А тут у меня Алиски. Вообще, я покупаю обычно Алису Big Jam, но что-то в последнее время он мне вообще не попадается. Еще он у меня всходит и самосевом. Сею я его прямо в грунт. Ну, иногда бывает и через рассаду выращиваю. Обычно негде мне уже ставить Алису. Так что буду, наверное, сеять прямо в грядку. Ароматные, чудесные цветы. Очень хорошо белый Алисум оттеняет розы. Мне он нравится и как бордюрное растение, и замечательно тоже в кашпо смотрится. А это ампельные... Так, император Вилли, это не ампельная. Ампельные лобелии. Фиолетовые, синие, голубые, сиреневые. Вот эти лобелии я уже брала. Так, император Вилли тоже я брала. Это хорош на альпийских горках. Образуют такие плотные кочечки. Мне очень нравилась лобелия Кристалл Палас. Но я ее что-то не могу купить уже давно. Не вижу этот сорт. Так, а вот эти семена подороже. Но прошлый год я брала такую лобелию. Она мне очень понравилась. Во-первых, она была необычного оттенка. Немножко другой был оттенок. Не такой, как я взяла в этом году. Потом она крупнее, чем предыдущие лобелии. Ну, смотрелось здорово. Было очень-очень много цветов. Совершенно не видно зелени. Попробую в этом году. И еще у этой же фирмы я взяла Немезию. Но Немезию я что-то давно не покупала. В этом году захотелось купить. Так, вот эти чудесные флоксы. Это однолеточки. Это тоже для кашпо. Видите, такие маленькие-маленькие розочки. Как будто они махровые. Действительно похожи на миниатюрные розы. Я брала такой флокс Шанель. Скарлетт я еще не брала. Но думаю, что он будет примерно такой же. Очень красивый. Впечатлили. И понравился вот такой тоже однолетний флокс. Белоснежный. Птичье молоко. Красивый. А вот это я взяла только за необычный цвет. Тут так и написано. Леткая окраска. Персиковая мечта. Семена от Октябрины Ганечкиной. Ну что же. Что из этого выйдет, я вам покажу. Когда уже будет результат. Вот пока это все мои однолетки. Но их и так достаточно много. Каждый год я собираюсь сократить количество однолеток. Но пока только увеличиваю. Как, наверное, и многие садоводы. Всего вам доброго. До свидания. С вами был канал Домик Окнами в сад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.